Мы стараемся удерживать кадры здесь, растить их и удерживать. Давайте представим ситуацию регионального предпринимателя технологического или ученого, который приезжает в Москву, допустим, ему нужно где-то жить, где-то работать, как-то поддерживать свой проект. Сколково, я считаю, такое уникальное явление. Вы можете там жить, то есть есть жилые комплексы, уже запущенные, сейчас идет, по сути, завоз мебели, сдача в аренду уже начинается с декабря. Технопарк уже запущен, стартапы уже туда переезжают. По пути, такого в Москве практически нет, по пути на работу из своего таунхауса либо апартаментов вы можете завести ребенка в детский сад или гимназию международную и дальше идти на работу. Вот такое чудесное 15-минутное времяпрепровождение, возможно, только там. Что еще можно сказать? Порядка 66 аккредитованных фондов венчурно-корпоративных являются партнерами Сколково и комьюнити бизнес-ангелов. То есть это 4 элемента. Партнеры, венчурные инвесторы, образование и стартапы являются такими образующими инновационный центр. Как я сказал, фонд, например, выручка фонда, выручка стартапов за истекший период составляет порядка 95 миллиардов рублей. Это прямо самые последние актуальные цифры за все годы. Если мы говорим про IT-кластер, где я тружусь, это порядка 500 стартапов с выручкой 28 миллиардов на конец 15-го года. В IT-кластере мы создали несколько инициатив. Инициативы — это такие исходящие от моих коллег, от меня, вещи, которые помогают нашим стартапам заниматься исследованием, разработкой и коммерциализацией. Это Сколково робоцентр, Сколково центр искусственного интеллекта. На следующей неделе, в понедельник, пройдет такое классное мероприятие в Гиперкубе, я рекомендую по возможности его посетить. Зарегистрироваться можно прямо в сколково.ie, посвященный искусственному интеллекту. Приходите. Ассоциация интернет вещей, промышленный интернет — это решение для умных городов, умных домов, умных автомобилей. Дистанционной медицины. Решение для телекома. Более 70 решений присутствуют в кластере. Сколковский центр виртуальной и дополненной реальности. Порядка 30 проектов. Сколково сайберсекьюрити. Порядка 40 проектов по кибербезопасности. В нем находятся сколково ритейл. Это такой из молодых направлений. Порядка 70 решений. Извиняюсь. 35 индустриальных решений для офлайн, онлайн бизнеса, для цепочек поставок, для автоматизации процессов в ритейле. И вот эти три сколково финтек, блокчейн и тек. Это три моих направления, которые я курирую. Исторически занимался финтеком. В этом году появилось направление блокчейн. И для души и для помощи компаниям, которые занимаются образованием, мы создали такой образовательный клуб. И сейчас там порядка 20 стартапов. Многие из них знаете наверняка. Это Дневник, Лингвалео, Я-класс, Учиру, Глобаллаб. Сегодня поговорим про вот эти две части, сколково финтек и сколково блокчейн. Столбики показывают выручку участников кластера ИТ в миллиардах. 28 миллиардов за 15-й год. И количество участников. На пирожке вы видите сплит по разрез по направлениям. Финтека в кластере сейчас 22 компании. В прошлом году, ровно год назад, это направление появилось, было 15 компаний. Одна компания покинула, само отстрелилась. Это компания Rocket Bank была приобретена открытием. И в общем-то 6-7 новых зашли. Примерно такая динамика. Выручка за первое полугодие, я посчитал вчера, более 700 миллионов рублей. И я полагаю, что там порядка 2 миллиардов будет на конец года. Это 22 компании финтека генерят выручку 700 миллионов рублей за полгода. То есть можете посчитать примерно среднюю выручку стартапа. И в общем-то такую динамику. И в пироге выручки кластера. Из 22 компаний, по-моему, 2 только не генерят выручку, 20 генерят. То есть достаточно зрелые уже, уверенные, хорошие компании. Вот, собственно, эти компании. Практически все направления представлены. Кроме здесь, я нигде не указываю блокчейн. Блокчейн проектов на текущий момент, вот таких чисто блокчейн проектов, в Сколково нет. Есть компании, которые используют технологии блокчейн. У себя внутри таких компаний три. И это, в общем-то, наша такая, наверное, задача. Начиная с образования, начиная с поддержки. Я дальше расскажу, как мы помогаем, поддерживаем компании, создать эти компании, привлечь их и, в общем-то, сделать такие классные российские истории. Потому что их сейчас пока не очень много. Началась, вся история с блокчейн началась, наверное, в мае у нас. Не без помощи Алекса Форка, Влада Мартынова. В общем-то, они были инициаторами и организаторами основными. Мы привезли Виталия Кобутерина в Россию, основателя Ethereum. И провели такое классное, крутое мероприятие на 300 человек в нашем замечательном гиперкубе. Кто из вас был на этом мероприятии? Четыре человека. Пять человек. Окей. В общем-то, не дадите мне соврать. В принципе, было такое интересное. Порядка пяти-шести часов нон-стопа вопросов-ответов. Ключевые, в общем-то, компании, драйверы. Мейджоры российского рынка. Условно, Киви, Сбербанк, Центробанк, Минкомсвязь, представители IBM, Accenture, Deloitte ныне присутствовали на мероприятии. Практически все компании-стартапы, которые делают блокчейн-проекты, были на мероприятии. Поразительно было то, что людей из бизнеса было гораздо больше, чем разработчиков. Это хороший знак тоже. Поэтому мы поняли, что разработчиков не хватает. И начали делать школы различные. Еще хорошая такая история случилась через неделю после мероприятия. Капитализация выросла на 300 миллионов долларов у Этериума. Я помню слова Виталика. Он говорил, самое интересное еще впереди. С фунами это май. И он был прав. Действительно потом было сильно интересней. Немножко упало, но все выровнялось потом. Кто в курсе, что такое Этериум, поднимите руку, кто может рассказать, что такое Этериум. Хоп, руки сразу положили. Хорошо. В общем-то такая одна из самых популярных платформ в мире для разработки решений на блокчейне. И фишка смарт-контракт. В общем-то термин популяризованный и такой выведенный в массы благодаря этой платформе. Это мероприятие положило начало центру блокчейн-технологий в Сколково. Но ни одна компания не могла пройти наши барьеры. Чтобы попасть в Сколково, нужно подать заявку и независимые эксперты должны ее одобрить. Сколько заявок не подавали, эксперты эти заявки не одобряли. Практически у всех был один недостаток. Там ничего не было про технологию. Там было про бизнес-инновацию. То есть люди описывали кейсы интересные, рабочие может быть даже, но совершенно не создавали ничего нового с точки зрения технологии. Ни метод, ни способ. Использовали готовые решения и исключительно создавали условно портал, интернет-сайт, еще что-то. Это не годится, это непроходная история для фонда. Завтра, например, пройдет мероприятие. Я хотел поблагодарить Сергея Ланшакова. Не знаю, здесь он или не здесь. Наверное, нет. Он сегодня будет выступать в конце дня. Это основатель AeroLab. Мы уже провели с ним мероприятие на открытых инновациях. Часовой такой ликбез по блокчейн. И завтра проведем такой прям мощный марафон, пятичасовой, в Сколтехе, такой хардкорный такой кодинг, создание программируемой корпорации. К сожалению, там количество мест ограничено, 35 всего лишь мест, парты, стулья. Поэтому туда я вас уже не приглашаю. Но имейте в виду, что такие мероприятия будут дальше проводиться. И результат об этом мероприятии уже будет завтра нам известен. Я думаю, что он будет хороший, потому что регистрация сильно превысила. И ребят я уже протестировал, и многие их знают. Сегодня вы их увидите, кстати. Сергей Ланшаков, запомните. AeroLab. Мы заходим еще про биткоин. Я стараюсь не рассказывать ничего. Нет у меня такого мандата. Ни хорошо, ни плохо. Но нас попросили наши пиар-службы все-таки об этом поговорить. И мы решили зайти с такой, с тыльной стороны к рынку. И знаете, такая есть передача на первом канале «Доброе утро». Кто знает? Два человека знают, да? Но передача такая замечательная. В общем-то, большая аудитория. Основная аудитория – это женщины 45+. Мне довелось счастье выступить и рассказать про биткоин, про криптовалюты, деньги это или не деньги, нужно ли их покупать или не нужно. Вместе с Вадимом Калуховым, Банк России, директор департамента финансовых технологий. Это было, с одной стороны, и смешно, но, с другой стороны, Дональд Трамп использовал в своих предвыборных компаниях Big Data и понял, что давать информацию с утра людям гораздо интереснее, чем вечером. Лучше мозг воспринимает и надолго сохраняет. Вот мы решили такой бэкдор найти и поработать с женщинами. И, может быть, женщины расскажут мужчинам, чем нужно заниматься, куда класть деньги. Финополис, открытые инновации. На этих выходных проходил Хакатон в Петербурге, АИ Хакатон. Алекс Форг тоже спасибо ему, пригласил и туда нас поучаствовать. Замечательное мероприятие, проходившее здесь, на этой площадке, вместе с Microsoft, встреча с консенсусом. Замечательные ребята приехали, рассказали, поделились своим опытом. Мы их позвали и на открытые инновации, нам они очень понравились. И там же договорились с Сергеем Ланшаковым о проведении этих тренингов. То есть эта площадка, вообще вот эти встречи, я просто рассказываю, что это практическая история. Вот мы познакомились, также в коридоре, вот как с вами сейчас разговариваем. Ребята сказали, давайте вот делаем что-то. И я с удовольствием это делаю, при том, что они не являются резидентами до сих пор. И у нас есть инструменты помощи нерезидентам. Поэтому, если у вас есть проект, ему нужна помощь, поддержка. Можем делать с точки зрения медийной поддержки, с точки зрения организационной, с точки зрения площадки. Пожалуйста, после мероприятия имейте это в виду, не забудьте. Ряд мероприятий, которые прошли буквально за последние несколько месяцев. FinTech Lab. Наш резидент побеждает, забирает первое место. Это открытые инновации на прошлой неделе. Там несколько сессий было и FinTech, и блокчейн, иностранцы, как я уже говорил, Аэролаб со Сбербанком. Финополис небезызвестный, где, в общем-то, блокчейн был такой сквозной темой. Был замечательный стенд, самый красивый за этот год стенд, который я видел по блокчейну, был на Финополисе. Все, в общем-то, позитивно отозвались про технологию, сказали, что запретов не будет. И, в общем-то, про криптовалюту российскую всерьез стали разговаривать. Три призовых места, тем не менее, из 170 аппликантов на конкурс стартапов занимают три сколковские команды. Сколково, ни один сотрудник Сколково, я в том числе, не принимали участие в отборе и в голосовании. То есть хороший приотбор, хорошая подготовка. На прошлой неделе прошло вообще такое четкое классное мероприятие женщины и технологии. Может быть, слышали о нем? Там было 500 женщин и 10 мужчин. Мне довелось быть одним из десяти и провести круглый стол женщины и финтех. Выжимка, резюме. Нет такой темы, женщины и финтех, если честно. Но пообщаться было приятно. И мы поняли, что женщин-основательниц финтех-проектов в стране всего 10. Финтех-проектов в России сколько у нас там насчитали? Банкир с Росбейсом. Кто знает? Там 150-170 условно, да? И вот 10 из них всего лишь женщины. Очень мало, неправильно. Мужчины, не мешайте женщинам делать стартапы. Мой призыв. Они классные. Они реально очень здорово об этом рассказывают. И у них больше шансов, чем у мужчин, как мне видится. Даже если не очень хорошая технология. Чтобы вы не подумали о том, что мы занимаемся только мероприятиями, какими-то ивентами, последняя часть, о которой я говорил, это коммерциализация. С точки зрения коммерциализации мы делаем очень простые, понятные вещи. Мы предлагаем, я работаю с банками, с страховыми условно, топ-менеджменту организации приехать к нам на площадку, либо мы можем приехать на площадку, там условно ВТБ, и провести пидж-сессию 3-4-часовую, показать 10 компаний. Мы берем такой мощный коммитмент от заказчика, что он возьмет из 10 компаний 3-4 на пилот, даст обратную связь. И самое важное, это участие всех членов правления. И в данном случае с ВТБ Ольга Дергунова, зампредбанка группы, в общем-то возглавляла эту сессию, и 25 членов топ-менеджмента, членов правления, в общем-то присутствовало, с удовольствием посмотрели в течение 4-х часов 10 или 11 компаний, по-моему, там было, и отобрали 4. Сейчас пилоты какие-то уже завершаются, какие-то еще продолжат, 4 компании. Эту практику мы взяли на вооружение, и подобные сессии мы уже провели с промсвязь банком, работали с Рафайзенбанком, сейчас запланировано на следующей неделе там с НПФ Сбербанк и так далее. Топ-менеджмент и маленькие стартапы, которых на порог обычно не пускают. Вот мы являемся этим бриджем, мостиком и утяжелителем, скажем так, либо такой броней, который позволяет как паровоз, в общем-то, протолкнуть маленькую компанию в большую корпорацию. Чем же еще может быть полезен фонд для технологического предпринимателя? Как вы помните, я говорил, специальный закон регулирует действия фонда, инновационного центра, и по сути мы создали особую экономическую зону, где компании предоставляются льготы, налоговые льготы прежде всего. В общем-то, максимальный набор налоговых льгот, существующих в России, это НДС, ноль налогс-продаж, это пониженный ЕСН 14%, это таможенные сборы ноль, многие другие вещи. Помимо этого, помимо вот этой вот создания, скажем, такой теплицы и среды, мы представляем гранты, микрогранты. Вот на слайде вы видите grant.sk.ru, это действующий сайт, где, в общем-то, есть исчерпывающая информация, как стать резидентом, как получить микрогрант, как получить грант. Я просто рекомендую всем, кто еще пока даже не задумался о том, что в взаимодействии с фондом, запишите эту ссылочку, она будет полезна, потому что к ней вас будут отправлять все консультационные центры, и я в том числе. Расскажу несколько подробнее о… есть у меня еще время? Подробнее о грантах. Есть микрогранты, то есть мы постарались поддержать компанию с момента идеи, в общем-то, оформления идеи, защиты прав, то есть мы даем деньги на патентование, на получение свидетельств, на российские и международные патенты. Слово сказать, центр интеллектуальной собственности Сколково, через него прошло уже более полутора тысяч заявок, а то и две тысячи, 1100 заявок патентов получено. Это крупнейший в России центр по патентованию на текущий момент, 10% проходит через него. Сейчас создан буквально в прошлой неделе центр сертификации и стандартизации. Это больше относится, наверное, все-таки к hardware проектам, к другим кластерам, но тем не менее есть такая поддержка. Дальше есть возможность получения денег на прототипирование. То есть условно вы придумали что-то, защитили это, замечательно. Теперь создаете прототип, пожалуйста. Дальше вы можете поехать с этим прототипом на выставку, на конференцию, найти клиента или инвестора. Может быть, вначале инвестора логичнее. Привлечь инвестиции. После этого вам, допустим, там потребуется уже что-то большее, условно, арендовать какое-нибудь облако или лабораторное оборудование. Это тоже выделяются деньги. Причем фишка микрогранта – это скорость получения. Там не нужно никакого софинансирования и вся процедура длится 20 дней. То есть скорость принятия решения очень высокая. Сумма небольшая, 4 миллиона в год, но скорость принятия решения очень высокая. Вторая часть, когда нужна большая сумма на разработку продукта, решения, устройства, сервиса, от 5 до 300 миллионов, она требует уже софинансирования всегда. То есть 25%, если вы хотите получить мини-грант 5 миллионов, вы должны доложить, грубо говоря, 1 миллион 725% от проекта. Если вы хотите получить 300 миллионов, вы должны соинвестировать 75%, то есть 900 миллионов. Таким образом, в общем-то, распределяются риски между государством, фондом и инвестором. Здесь понятно? Где взять 900 миллионов? Нет, нет, вы сказали, что больше 300 миллионов надо доложить 900 миллионов. Да. Именно так. То есть смотрите, чем больше вы хотите денег получить, тем сплит между соинвестицией и грантом меняется. 5-5 миллионов вы должны положить 25%, а если 300 миллионов, то 75% от проекта. То есть чем больше доложить, тем нужно больше доложить. Больше доложить, все верно. Доля вы добавляете вы, она меньше. Да. То есть когда мы говорим про проект 1,2 миллиарда, мы говорим про 300 фонд и 900 инвесторов частный. Примерно такая история. Я вот на этом хотел бы закончить, пригласить вас еще 8 декабря на Cyber Security Day. Там как раз таки будут треки по блокчейну, по решениям, которые есть, скажем так, на рынке. Будет отдельный трек. Приходите. И хотел бы спросить, есть ли вопросы, может быть что-то было непонятно, назрели у вас какие-то мысли во время его доклада. Пока понимаю спим. Я старался так не сильно шутить. Да, пожалуйста. Да. Да. Разрабатывают на блокчейн, просто я насколько помню на конференции, вот о которой вы говорите в начале, которая в Сколково была. То есть там все было хорошо, радужно, но вот относительно вопросов юридических, там что-то позитива не сильно много присутствовало. То есть как у вас этот вопрос решается? То есть как вы решаете вопросы с поддержкой и вообще юридического регулирования вопроса? Например, даже если стартап разрабатывается на смарт-контрактах. То есть на сегодня единицы компаний, которые вообще хотя бы даже примерно понимают, что можно делать в этом вопросе. То есть какая у вас ситуация, как в этом вопросе выглядит? Спасибо. Ну, отвечу так несколькими ответами. Первое. Мы не являемся регулятором, напрямую не можем помочь. Можем помочь косвенно. Косвенно мы, например, участвуем в различных рабочих группах. И мне было бы комфортно участвовать вместе со стартапами, которые в этом заинтересованы, не оторваны в космосе о чем-то говорить, а, собственно, нужды стартапов транслировать, условно, через финнеты, через встречи с правительством, через различные ассоциации с Центробанком. Мы можем доносить и доводить любые идеи. Вообще никаких лимитов в этом плане нет. То есть иногда зачастую у стартапа просто не знают даже кому об этом, какой вопрос задать. Кому этот вопрос задать? Вот здесь мы можем опять же быть тем же бриджом. То есть мы не законотворческие ребята, но мы влияем и вносим какие-то предложения. То есть мы не законотворческие. Есть ли мы в этом вопрос задать? Абсолютно верно. То есть фонд Сколково, представители фонда Сколково находятся практически во всех рабочих группах, которые есть на территории России, связанные с блокчейном. Вот я коротко отвечу. Я в этом случае являюсь таким адвокатом, транслятором-адвокатом. Это первый ответ. Второй ответ у нас в Центре интеллектуальной собственности и правовой департамент оказывают услуги не только по патентованию, защите прав, но и по юридическому сопровождению. Когда мы ведем речь о поглощениях, продажах, привлечениях инвестиций, выходах на зарубежные рынки и так далее, где есть вот эти юридические моменты и нюансы в вашей деятельности текущей хозяйственной стартапа, здесь также есть возможность получать помощь от ЦИСа. Так как действия ЦИСа субсидируются государством, мы выделяем на это микрогранты, то это по сути для вас либо не стоит ничего, либо стоит очень мало. Поэтому вот это вторая часть ответа. Да, пожалуйста, еще вопросы были. Да, у вас? Скажите, пожалуйста, вот чтобы говорить там, сейчас запуститься, можно будет жить в Сколково. А что для этого нужно? Нужно быть резидентом Сколково и какие там вообще базовые условия? Да, хороший вопрос, отвечу. Первое, нужно быть частью экосистемы, то есть либо партнером, либо сотрудником Сколково, либо стартапом. То есть быть сотрудником этих четырех элементов, либо студентом условно Сколтеха. Для этого специально созданы различного уровня жилье, там от апартаментов 35 метров, условно 1000 рублей квадратный метр, можно так прикинуть, какова стоимость. Это среднемосковская условная цена, до 200 метровых таунхаусов за 200-300 тысяч. Вот такой разлет есть и жилья, готового, построенного. Сейчас если вернуть, можно на слайд? Где картинка? Там есть два квартала уже рабочих. По сути сейчас идет отделка и завоз мебели. Купить нельзя, можно арендовать. Еще вопросы? Подскажите, пожалуйста, по патентной системе в международных масштабах, как вопрос решается? То есть насколько мне известно, именно по авторскому праву, когда на территории Российской Федерации патентуется, либо получается какой-то там товарный знак, фирменное наименование, это только на территории России, а если в международных масштабах, то как это делается? Да, абсолютно верно. По сути в каждой стране, в каждой юрисдикции вы должны защищать свои права и защита прав и защита индивидуальной собственности на других рынках, она также представляется, то есть ЦИСом, в этом плане, с точки зрения процесса, никакой разницы нет. То есть вы даете заявку, мы хотим в России, мы хотим, условно, в Китае, мы хотим еще где-то. Это всего лишь заявка. То есть стоимость зарубежных, международных, например, изысканий каких-то исследований на патентном ландшафте выше, сильно выше, но опять же повторюсь, это все можно компенсировать за деньги микрогранта. То есть это такие облегчатели, скажем так, жизни, хозяйственной деятельности каждого стартапа с самого начала. Еще вопрос, последний давайте вопросик. Нет вопросов. Да, и сейчас такая практическая, наверное, часть будет от Константина, нашего большого друга, помощника и товарища Microsoft. Константин, пожалуйста. Константин Гольдштейн, Microsoft. Паш, спасибо. Пока я готовлюсь, у меня к тебе вопрос. По разным данным в мире финтеха есть порядка 22-20 миллиардов, 5 миллиардов долларов. Ты, пожалуй, один из скорее ведущих экспертов и тех, кто двигает финтех в России. Какой кусок от этого пирога есть в России? Я таких изысканий не делал. Могу ответить за… Мы говорим про инвестиции, правильно? То есть в финтех. По данным за прошлый год, на конец прошлого года это было официально 10 миллионов долларов. В мире условно это 20 миллиардов. Инвестиции в финтех. Россия, по данным РВК, Money3, это 9,8 миллиона долларов. Не все сделки туда попадают, то есть они не все регистрируются. Ориентироваться можно на 30-40 миллионов. Таких честных. То есть это все равно в экономика России это 2,5% от мира. То есть должно быть условно 400-500 миллионов долларов. У нас 40. То есть 10 раз меньше. А при этом количество стартапов у нас нормальное. То есть у нас недоинвестированы, недокормлены наши компании, стартапы. И это действительно проблема. Поэтому в конце этого года было принято решение на открытых инновациях о создании венчурного фонда управляющих компаний Сколково и венчурных фондов. У нас есть такая родовая травма. Мы не забираем долю, когда в отличие от венчурных фондов мы даем гранты. Это плохо. То есть доля стимулирует и делает классную мотивацию для фонда и стартапа. В общем-то они не тратят деньги понапрасну. В короткий вопрос. А вот 10 миллионов, по которым вы это вообще как считаете? То есть стартапы, это вложение в российскую компанию или международные? Это инвестиции. Сейчас я не скажу про методологию. Можно найти прям РВК. РВК, инвестиции, инвестиционный отчет за 15-й год. 9-8 миллионов, я думаю, это сделаны инвестиции в российские компании, которые имеют юрлица в России. Различными инвесторами, не только российскими. Вот так я полагаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова